Мы рады приветствовать вас на нашей Кингисепской земле. Мы сегодня с вами проводим деловую игру «Медиахолдинг», которую любезно согласился провести для юных корреспондентов Кингисепского района и Исланцевского района Институт телевидения, бизнеса и дизайна. И сегодня здесь у нас присутствуют преподаватели и студенты этого института. Сегодня здесь собрались юные корреспонденты из школ города Кингисепа, Кингисепского района и города Исланцы. Организаторами данного мероприятия является Комитет по образованию Кингисепского района, Центр информационной технологии города Кингисепа и, я уже назвала, Институт телевидения, бизнеса и дизайна. И приветственное слово в начале мероприятия я хочу предоставить заместителю председателя Комитета по образованию Елене Николаевне Илумянцевой. Добрый день, уважаемые ребята, дорогие наши гости, коллеги. От имени администрации муниципального образования Кингисепский муниципальный район, Комитета по образованию, я приветствую вас всех и благодарю за то, что вы нашли время, возможность и главное желание, чтобы принять участие в нашей встрече. Сегодня здесь собрались люди, заинтересованные в развитии работы школьных средств массовой информации. Современное образование рассматривает журналистику как один из важных элементов системы обучения и нравственного воспитания, который помогает приобщить детей к духовному и интеллектуальному потенциалу общества. Я желаю всем благотворной работы и удачи. Спасибо. Дорогие ребята, дорогие взрослые, я желаю всем радости от той встречи, которая у нас состоялась, удовольствие от того творчества, которое вам предстоит и, конечно, качественный результат. Поэтому всем удачи и творчество. Прошу всех, кто планирует работать в печатных СМИ школьников, ориентироваться на меня, мы будем с вами работать на втором этаже. Кто планирует попробовать себя в роли тележурналиста, телережиссера, ориентироваться уже на Михаила Вениаминовича Иоффе и с ним отправляться на первый этаж, где у нас сегодня будет располагаться телевизионная редакция. Так что не откладывая дело в долгий ящик, я приглашаю всех начать работу. Спасибо. Я хочу представить Дарью, которая будет руководить одной из наших газет. Мы выпускаем две газеты, так что мы вас тоже сейчас поделим на две группы. Мы сейчас проверим, собственно, конфидеры и думаю, что нам понадобится, собственно, в связи с верстать газеты. Как обычно, знаете, много людей, которые пишут, мало людей, которые верстаются. Когда мы отправляем, пойдем на одну практику, там редакция всегда скажет, вот пишет, снимает, хорошо, а наши вверх и риса. А почему ничего, да, знаешь, ты или нет? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Мы пригласили сегодня на пресс-конференцию представителя радио. Поскольку радио здесь у нас специальной группой не работает, вот на пресс-конференцию мы пригласили Шевченко, Галину Ивановну. Вот вы видите перед собой, можно сказать, уходящую натуру. Поскольку радио, проводное вещание, оно начинает потихоньку уходить. Его вытесняют интернет-ресурсы, его вытесняют телефон-радиостанции, и оно потихонечку сокращает свое вещание. В нашем Кеннезепском районе, для сравнения, в 1980 году было представлено где-то около 16 тысяч радиоточек. Мы вещаем каждый день по 10 минут, кроме субботы. Плюс в воскресенье у нас еще вечерняя программа 50 минут. То есть итого получается 110 минут в неделю нашего вещания. Что значит сделать 10-минутный выпуск «Волостей»? Это, в общем-то, большая работа, если кто-то с этим сталкивался. Было время, когда существовала целая редакция радиовещания, где был редактор, были радиожурналисты, в свое время был даже диктор такая должность. Сейчас это все делает один человек. Он, что называется, и швец, и жнец, и на людей, и на внец. Но сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию два тематических блока стихов, два условных цикла. И первый из них называется «Век на войне». Он посвящен одновременно и 70-летию Великой Победы, и Году Литературы. И, собственно говоря, дублирует мою конкурсную работу на проходящем сейчас на сайте «45-я параллель» конкурса «45-й калибр», который проходит под девизом «Русская рифма, победный размер». И стихи здесь все датированы событиями, о которых идет речь. То есть с 1914 года по 2014, ровно 100 лет. Итак, «Век на войне». Первое стихотворение называется «Речь полкового священника над телом погибшего солдата». Как стоишь перед Богом служивый, но космирно, и руку пошелу. Что соратники, все еще живы, все гоняют в голодную вшу, все сидят по холодным окопам, все дымят ядовитой махрой на полях очумевшей Европы. Среди них кто не трус, тот герой. ПЕСНЯ Очнется глубоко в небо, большой и звездно-снежный, так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. У нас собралась достаточно дружная, дружный коллектив, дружная редакция. Когда мы начали заниматься, редакция общая, которая была в самом начале, поделилась на две команды. Те, которые будут освещать проблему творчества и такую более серьезную, такую близкую к земле проблему ЕГЭ. Для того, чтобы этим заниматься, нужно обладать знаниями, как правильно об этом сказать и так далее. И я, честно говоря, пытался как-то, думал, что девочкам в пятом классе будет намного интереснее про творчество поговорить, порассуждать, как там творить и так далее, что это такое. Но они стояли на своем, хотели писать именно о проблемах, именно о том, что их интересует, то есть об экзаменах. И, в принципе, мне кажется, они справились со своей задачей, причем справлялись довольно быстро. И потом мне приходилось им добавлять еще задания. Вы молодцы, девчонки. Поздравляю всех, кто, в общем, поучаствовал в этом деле, кто нам помогал. Спасибо большое пятой школе за то, что приняли нас в своих гостеприимных стенах и за то, что помогли и всячески поспособствовали тому, чтобы дети смогли проявить себя творчески в этом деле. Спасибо еще раз. Здравствуйте. Как вы поняли, мы писали первую статью. И перед нами стояла задача написать репортаж в студии, где работали наши телевизионщики. И у нас была возможность в свою очередь увидеть весь этот процесс. И как сами ребята мы с Алиной разделились. И чтобы не упустить самые интересные моменты из этого процесса. Было много напряженных ситуаций. Например, тема проекта менялась три раза. Но в силу того, что все участники очень яркие личности, идеи не иссякли. И было очень приятно видеть, что действительно все были заинтересованы в качественном выполнении работы. Креативным, интересным. Спасибо вам за то, что вы получили такой опыт. Я думаю, он вам обязательно пригодится и в дальнейшем. Наша статья называется «Мнение разделились пополам». И наша задача была провести опрос среди учителей и их преподавателей, которые приняли участие в данном видеохолдинге. У нас была достаточно интересная работа. Было очень интересно наблюдать за реакцией на некоторые вопросы. Были очень различные мнения, какие-то интересные креативные ответы. И я считаю, что это огромный опыт был. Мы испытывали и стресс, и волнение, когда подходили. Но это было очень интересно. Были очень интересные ответы. И мы благодарим всех организаторов за то, что пригласили нас сюда. И за то, что дали возможность нам принять участие в данной игре. А ученикам и учителям Сванцевской среднеобразовательной школы номер 2 и номер 3. Шекина и Светлане Михайловне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руководитель Фролова Елены Викторовны, Чубова Евгения, Доктор и Алексея Александровича. Я первый раз участвовала в пресс-конференции, поэтому для меня это было очень сложно. Волнение сильное было. Ну, конечно, сначала я его не ощущала, но когда начала задавать вопросы, да, волнение было. Ну, пресс-конференция прошла хорошо. Вдобавка, Галина Истужева, поэтесса, у которой мы брали интервью. Ну, да, у нас-то так получилось, как будто интервью брали. Она прекрасно нас всех понимала, понимала наши вопросы, хоть и какие-то были не совсем корректно заданы. И, ну, нам было очень интересно узнать ее мнение по поводу РУГЭ. Она нам ответила на интересующие вопросы. Здравствуйте. Наша статья называется «Новый экзамен». В этой статье мы написали о том, каким бы мы хотели видеть новый экзамен. И мы добавили один экзамен по коммуникальному. Ну, мне пришлось верстать газету. Для меня это не первое, поскольку я являюсь редактором школьной газеты, верстаю ее. Ну, работа для меня показалась не очень трудной, даже как-то обычной. И было очень интересно работать с разными людьми, с разных школ. Я считаю, что у меня все получилось. Как сказала поэтесса Галина Бестужева, счастливый корреспондент, это как раз юный корреспондент. Поскольку, когда мы взрослеем, у нас уже немножко забирает вот этот будет работа. Мы не можем расслабиться, мы думаем о том, как бы поскорее это все успеть, как, например, сейчас мы заживали. Столько юные корреспонденты, самые юные и, можно сказать, самые счастливые. И они посвящали, скажем, более интересные для них темы. Они еще не были, скажем, взволнованы темой экзамена, взволнованы серьезными какими-то для себя вопросами. Они рассматривали, что такое талант для людьми на листах, что такое творчество, в любых профессиях. Козлова. И это у нас уже другие группы. Кристина Шаловская. Александра Стиванова. Девушки отдыхают. И это у нас еще из этой группы. Замерят сертификаты принимающей стороны, организаторов со стороны Киндзеопольды. Деловой игры. Собственно, я его зачитаю. Частные образователи учреждения Высшего образования Института телевидения, бизнеса и дизайна выражают благодарность Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей, Центру дополнительного образования детей, Центру информационных технологий и его директору Галине Анатолиеву Пичук за оказываемую помощь и поддержку в организации пропоритационной деловой игры «Минир». Желаем Вам и всему коллективу здоровья, интересных замыслов и благополучных воплощений ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания. Мы освещали события последних двух дней в новостном блоге, сделать несколько игровых роликов, взять интервью на определенные интересующие проблемные темы, которые были выбраны в процессе работы. Кстати, темы менялись три раза, то есть проект делал несколько разворотов, что в принципе нормально. Ребята все работали в условиях, приближенных к боевым, поэтому это было достаточно весело. У нас были некоторые проблемы с оборудованием, были некоторые проблемы с организацией работы и помощью одновременно всем группам. Проблемы с оборудованием до сих пор продолжаются, снято материалом у нас намного больше, чем мы успели его отмонтировать. Поэтому сейчас о работе, о командах, о их взаимоотношении, взаимопонимании и вообще обо всей атмосфере, которая сопрождала все это действие, нам расскажет Виктория. Тут все было сказано, у нас были проблемы с оборудованием, проблемы с организацией творческого процесса. Материал будет готов в дальнейшем, мы передадим его на сайт, в таком в онлайн немножко формате. Но был готов новостной выпуск, такой раткий новостной выпуск. Институт телевидения объединяется из Альтарии. Сегодня здесь у нас посетят преподаватели и студенты этого института. Сегодня здесь собрались юные корреспонденты из школ города Киркесеба, Киркесебского района и города Распанса. Организаторами данного мероприятия является Комитет по образованию Киркесебского района, Центр инструкционной технологии, Киркесеба и Ержуна Зала, Институт телевидения и бизнес-эндизайна. Такие встречи неопротивлены, потому что они способствуют развитию единого инструкционного пространства и университета образового администрации. Естественно, развитие активной жизненной информирования, активной жизненной и рожданской позиции ваших вас, подрастающих поколений и ребят. 25 марта в Центре информационных технологий школы номер 5 в городе Киркесеба состоялось открытие деловой игры «Медиа-флубик». На нее приехали юные журналисты с Ленинградской области, чтобы встретиться с представителями Института телевидения, бизнеса и дизайна. И в ходе совместной работы создать несколько медиапродуктов.